МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее расскажем обо всем подробно. Подклеить, покрасить, прикрутить. Работы по капитальным ремонтам в детском саду номер 44 выходят на финишную прямую. Хотя их должны были закончить еще 15 августа прошлого года. С чем связано существенное отставание от графика и когда дети и воспитатели вернутся в родные стены? Об этом в следующем репортаже. Еще не вся мебель заняла свои места в группах и спальнях. Окна в пыли, в коридорах пусто. Но яркий цвет стен игровых комнат говорит о том, что детям здесь будет весело и уютно. Об основных изменениях в детском саду в ходе капитального ремонта рассказал главный инженер субподрядной организации. Произведено утепление полов всего первого этажа, несущих конструкции внешних стен первого и второго этажа. То есть изменные стеклопакеты. То есть общий, скажем так, температурный режим в садике, мы надеемся, будет значительно лучше, чем он был до этого. Практически полностью переоборудован бассейн. То есть произведен капитальный ремонт чаши бассейна. То есть отделка заменена вся, заменено сантехническое оборудование полностью. Естественно, по всему зданию заменены все электросети, все инженерные коммуникации. В группах вентиляция осталась естественная. То есть за счет вентоканалов. Вентиляция, новой вентиляцией дооборудована помещение кухни, помещение бассейна и эвакуационные выходы оборудованы установками дымоудаления. 44-й детский сад был построен 37 лет назад. С тех пор многое изменилось. Строители меняли планировку помещений, приводили их к действующим санпинам. Где-то дверные проемы расширяли, а окна, наоборот, делали меньше. Дверные проемы переносились в основном, потому что группы меняли свою конфигурацию. То есть планировка групп менялась. То есть вот, скажем, сейчас каждая кухня оборудована буфетной. То есть их не было. Капитальный ремонт в детском саду должны были завершить еще в августе прошлого года. Но возникшие проблемы на начальном этапе сдвинули график, который так и не удалось наверстать. Была такая подрядная организация «Русинвест», которая сюда вошла и своими, ну, не рациональными, не правильным подходом к ходу выполнения работы, она задержала буквально начало ремонта этого садика. Недобросовестного субподрядчика сменили на строительную компанию инженерной системы Сарова, которой сначала пришлось устранять недоделки за своим предшественником. Также в ходе ремонта возникли непредвиденные обстоятельства, которые требовали принятия отдельных решений. При капитальном ремонте не все сразу в проекте можно учесть. Поэтому, когда вышли на объект, пришлось что-то дорабатывать, что-то доделывать, что-то переделывать. Капитальному ремонту подверглась и территория вокруг садика. Специалисты перестроили веранды, сделали ветрозащитные стены и перестелили полы, установили новые мафы, обновили покрытие дорог и тротуаров. Главные входы и запасные выходы оборудовали камерами видеонаблюдения. По строительной части все сделано. Сейчас устраняются замечания, то есть какие-то непрокрасы, сколы. То, что нам заведующие детского сада и представители УКСа в список внесли замечания, то есть вот они сейчас устраняются. После устранения всех недочетов помещение детского сада нужно будет отмыть от пыли, расставить мебель, наладить кухонное и прачечное оборудование, подготовить для детей тематические зоны. Надо сделать все качественно, надо собрать, все почистить, помыть, отладить. И уж потом, то есть не надо спешить. Такой вот необходимости экстренной нету. Ну, вернее, она есть необходимость. Но надо сначала все отладить и все оборудовать, чтобы действительно не было там никаких проблем в тот момент, когда дети уже будут здесь. По словам заместителя главы администрации, на это понадобится примерно месяц. Конец февраля, начало марта – это новый срок, когда дети и воспитатели смогут вернуться в родные стены детского сада. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. Другим новостям. 25 января в нашей стране отмечает Татьянин день и день студента. История праздника насчитывает более 250 лет. В 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. И Татьянин день стал официальным университетским днем. С тех пор святую Татьяну считают покровительницей студентов. Найти свое призвание в жизни. Вот о чем Елизавета Гуле мечтала со школьной скамьи. Уже тогда девушка решила, что хочет не просто поступить вуз для галочки, а действительно получать удовольствие от учебы. Почетное звание студент Елизавета получила в 2016 году. Тогда она впервые села за парту Саровского медицинского колледжа. Уже на первом курсе она поняла, что студенческая жизнь – это не только лекции, тесты, практические занятия и бесконечная подготовка к сессиям. Есть обратная сторона, которая представлена различными мероприятиями, участием в различных мероприятиях. Также это стремление постоянно совершенствоваться не только в образовательном плане, а в коммуникативном плане, в социальном плане. В 2018 году Елизавету выбрали председателем студсовета медколледжа. Несмотря на плотное расписание пар, девушке удалось принимать активное участие в различных городских мероприятиях и организовывать собственные. В этом новом году мы участвовали с первокурсниками постановки детской сказки в педиатрическом отделении клинической больницы. Также мы участвуем ежегодно в спартакиадах, где занимаем первые и вторые места. По мнению Лизы, студенческие годы – это яркий, динамичный период в жизни каждого человека. Время идей, надежд и открытий. Именно в эти годы формируется жизненная позиция, пополняется багаж знаний и закладываются основы будущей карьеры. Проведены очередные замеры толщины льда на водоемах Сарова. На реке Садис у Маслихинского моста вода промерзла 26 см, на пруду Боровом на 32 см. Специалисты департамента городского хозяйства отмечают, что во многих местах бьют ключи. Поэтому при выходе на лед следует соблюдать осторожность и пользоваться тропами. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Сарове стартовал прием заявок на участие в аукционе по приватизации помещений бывшего магазина «Дружба». Как сообщили в Комитете по управлению муниципальным имуществом, заявки от заинтересованных лиц будут принимать до 6 марта. А сами торги пройдут 10 числа. Начальная стоимость помещений – 26 миллионов 880 тысяч рублей. Более подробную информацию можно получить по телефону 9-77-38. В четверг 30 января в Нижегородской области пройдет прямая телефонная линия «Партнер». Специалисты центров занятости проконсультируют граждан о порядке и условиях постановки безработных на регистрационный учет. Прямая телефонная линия будет работать с 10 до 12 часов. В Сарове звонки будут принимать по номеру 7-92-20. В музее народной игрушки открылась выставка воспитанников архитектурно-художественного отделения детской школы искусств. В экспозиции «Зимний маскарад» представлены различные театральные маски, которые ребята создавали на протяжении нескольких месяцев. На открытии побывала наша съемочная группа. Венецианские и африканские маски, маски животных, зонты с картинками-перевертышами в японском стиле. Все эти работы создали воспитанники архитектурно-художественного отделения детской школы искусств. Маски сделаны из картона, цветной и гофрированной бумаги. Сначала мы делаем эскизы, изучаем стиль определенный, тему, смотрим картинки и создаем эскизы. Потом выбираем лучший эскиз. Ну, это вот работа любого художника, любой, не знаю, детской работы. Прежде чем приступить к созданию эскиза, ребята изучают тему, погружаются в историю или, например, знакомятся с творчеством художника, в стиле которого они будут рисовать. Работа над масками была долгой и кропотливой. Вероника Дегтярева делала свою работу около полугода. Сначала делали красивые эскизы, саму работу, и потом уже выполняли ее как в макете, так сказать. Сначала у нас работа была белая, но мы поняли, что чего-то не хватает, решили добавить красок в свою работу, дополнили ее красивыми блесками, чтобы работа была яркая, выразительная. Уже третий год детская школа искусства выбирает в качестве площадки для показа своих работ Музей народной игрушки. Его небольшой уютный зал идеально подходит для таких экспозиций. Люди, которые здесь работают, очень какие-то позитивные и умеют работать, создавать эти выставки. Мы что, мы сделали работу, принесли, а создавали-то сотрудники музея эту выставку, по сути. Они больше приняли участие, и, в общем-то, выставка получилась очень хорошая. Да, они всегда получились хорошие. Выставка детской школы искусств «Зимний маскарад» в Музее народной игрушки продлится до конца февраля. Библиотека имени Маяковского присоединилась к российской акции «Письмо Победы», которая посвящена празднованию 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Саровчане выразили благодарность ветеранам, написав ручное послание, и научились складывать фронтовой треугольник. Подробности в следующем репортаже. С каждым годом популярность компьютеров, электронной почты постепенно уводит человека от возможности выразить свои мысли, написав их собственноручно. И чтобы в очередной раз напомнить современному поколению о том, что письма и открытки, написанные обычной ручкой, гораздо ценнее СМС, сотрудники библиотеки имени Маяковского организовали необычную акцию, которую также приурочили к юбилею Великой Победы. Эта дата очень значимая, я думаю, для каждого человека, для каждого россиянина, потому что, как правильно поется в песне, что нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. Сегодня мы решили, что как раз вот для того, чтобы перекинуть такой мостик, чтобы история не уходила в прошлое, чтобы она была все время жива в нашей памяти, написать письма, письма Победы, обращение к ветеранам, обращение к тружникам тыла, обращение к тому поколению, которое, может быть, тогда было детьми войны, но, тем не менее, приплюсовывали себе год-два для того, чтобы убежать на фронт. Шестиклассники гимназии номер два стали одними из первых, кто принял участие в акции. Они получили возможность выразить благодарность ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, написав от руки письмо Победы и складываясь в фронтовой треугольник. Мы делали из этих писем военные треугольники, которые раньше отправляли на фронт, и из фронта друг друга писали. Тогда узнавали, как сейчас воин, как он там живет, узнавали, как, например, женщина ждет своего мужа, то есть спрашивали, как ты там, хорошо ли у тебя все, ну, беспокоились за своих близких. Очень хорошо, что все-таки наши ветераны давали долг своей родине, благодаря им мы сейчас живем в этом прекрасном мире, что у нас мирное небо над головой, мы не знаем, что такое война, мы не знаем, что такое голод, и я очень благодарна ветеранам. Адресовать свое письмо можно было своим прабабушкам или прадедушкам, на чью долю выполнил легкая жизнь в военное время, и 9 мая вручить его близкому человеку. Но Анна Бабыкина решила написать благодарность всем ветеранам города. Здравствуйте, дорогие ветераны. Вам пишет ученица 6 класса. Скоро наша страна будет отмечать великую дату – 75-летие со дня Победы. Я бы хотела вас поздравить с этим праздником и сказать огромное спасибо за мир, в котором мы живем. Акция «Письмо Победы» стартовала 23 января. Принять в ней участие приглашают всех желающих. Чтобы поблагодарить ветеранов за их подвиг, достаточно прийти в библиотеку Маяковского в часы работы и написать фронтовое письмо. И 9 мая в День Великой Победы вы сможете передать его бабушкам и дедушкам вместе с теплыми словами поздравлений. Лакомство, которое лечит. О чудодейственных свойствах меда ходят легенды. В его целительной силе убедились миллионы людей по всему миру. А мед свежего урожая сладкоежками ценится особо. Десятки его сортов можно не только приобрести, но и продегустировать в Центре культуры и досугу внеев. Там пройдет ярмарка медовая ферия. Темный, светлый, чистый и с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда вы найдете в Центре культуры и досугу внеев. С 25 по 26 января там проходит ярмарка медовая ферия. Качество этого полезного лакомства спасики пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на медовой ферии можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом, а еще любимый многими хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Впервые на медовой ферии мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как и любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогают работе сердечно-сосудистой системы. На ярмарке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед. И мед с акацией, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акацией очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется. Он очень долго стоит в жидком виде. И полезен детям. Аллергию не вызывает. На ярмарке медовой ферии вам предложат и сами продукты пчеловодства. Перга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальна смена температуры. Это как аэрозоль брызгает в горло. От насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Все сорта можно попробовать лично и остановиться на том, который больше понравится. Не пропустите. Ярмарка медовой ферии работает в Центре культуры и досуга в НЕФ 25 и 26 января с 10 утра до 6 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин